В эфире программа «Слушайте доктора» у микрофона Светлана Занько. Добрый день всем. Сегодня мы беседуем с главным врачом Северной клинической больницы скорой медицинской помощи Андреем Андроновым. Добрый день, Андрей Витальевич. Мы встречаемся спустя неделю после открытия городского перинатального центра на базе вашей клиники, с которым весь коллектив больницы поздравляем, во-первых. Во-вторых, жителей города поздравляем, и не только города, но и региона. И это будет главный пункт нашей сегодняшней программы, что называется. Но начать мне все-таки хотелось с другого. Хотелось вас спросить о приезде московских коллег из Министерства здравоохранения во главе с Вероникой Скворцовой. Потому что было заявлено сначала, что они посетят четыре учреждения, а потом мы узнали, что делегация была достаточно представительной, и они разделились и посетили те наши учреждения, которые не были, в общем, официально запланированы, в том числе и ваши. Как все происходило, о чем спрашивали коллеги? Ну, надо сказать, что визит чиновников такого уровня в Северную клиническую больницу был первый раз в ее истории. Конечно, мы, скажем так, не готовились к их визиту, поскольку это было внезапно. Нам сказали, что к нам приедут, но, в общем-то, мы почистили территорию, как это обычно бывает. А каких-то приготовлений специальных к визиту высоких таких вот гостей мы не делали. То есть у нас как есть, как мы готовились к открытию нашего президентального центра, собственно говоря, мы это и показали. Елена Николаевна Байбарина, которая к нам приезжала, это, в общем-то, практикующий в прошлом доктор, знающий очень хорошо тему. Она не анатолог или аниматолог, сама работала много, очень эту тему хорошо знает. Конечно, для нас было очень важно показать наш роддом, вот, скажем так, перинатальный центр наш, но в таком вот позитивном свете. Нам есть над чем работать, мы это прекрасно знаем, понимаем. И работа, которая была проведена перед этим, она была проведена очень большая, огромная. У нас ведь было, скажем так, всего лишь два родильных отделения, которых мы объединили. Потом с нового года мы создали в рамках этого родильного, нашего родильного дома, четыре самостоятельных структурных единицы. То есть родильное отделение на 40 коек, 45 коек, отделение патологии беременности на 20 коек, отделение анестезиологии и реанимации для новорожденных и рожениц, отдельная структурная единица со своими штатами и отдельное не анатологическое отделение. То есть это достаточно большая организационная работа была. В общем-то пришли наши доктора, которые работали в других отделениях и в этом же роддоме. Возглавили эти подразделения, стали там работать. Это с точки зрения организации. Конечно, мы провели еще большую работу, нам пришлось перевести женскую консультацию на площади бывшего центра здоровья, сделав там небольшой косметический ремонт. Затем мы сделали... То есть центр здоровья где его локация? Он передан в клинику, диагностический центр. Затем мы провели, скажем так, большую работу в плане косметических ремонтов вообще в роддоме. Перед этим в прошлом году, в начале года там были сделаны ремонты. Но мы сделали космический ремонт на первом этаже, в родовом отделении, в отделении патологии беременности. Ну и построили, скажем так, операционно-реанимационный блок. Самое позитивное в этом то, что то оборудование, которое было на свободе 59, бывший, 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 да, и то оборудование, которое было у нас, мы это все объединили, как нам кажется, что распределили очень рационально. И сейчас, вот в целом, вот эта новая структура, которая у нас называется, городской перинатальный центр, она будет работать, мне кажется, в разы эффективнее. И условия для нахождения женщин там, и рожать, и оперироваться, кому все придется, они в целом, конечно, будут значительно выше и лучше по качеству. Это, в общем-то, видно невооруженным взглядом. Мы это, собственно говоря, и показывали. Очень большая работа была проведена сотрудниками роддома. Самого это заведующие, сестры, акушерочки. Санитарочкам очень нашим, но как-то сталось, потому что ремонт есть, ремонт очень... Мы же делали это все, в общем-то, не закрывая его, стараясь максимально, чтобы меньше было грязи, шум, где-то там вот эти покраски всякие, там, штрабление стен. Мы поменяли там практически все на третьем этаже. То есть отопление, канализацию полностью, всю проводку, выравнивали стены, окна, двери. Там одни кирпичи только остались. Можете представить, какой объем работ был, проведен. И, конечно, определенные неудобства были для женщин, которые в этот момент у нас в роддоме находились. Жаловались? Ну, они мужественно терпели, я так понимаю. Мы приносили им свои извинения за эти неудобства. Но в конечном итоге у нас, я считаю, прошло более-менее так все неплохо, эти ремонтные работы. Мы их попытались провести как можно в сжатые сроки. То есть у нас на все про все ушло всего лишь три месяца. Я считаю, это немного. Вы уложили сроки, у вас стояли там какие-то? Ну, мы сроки устанавливали себе сами. То есть мы делали не в ущерб качеству. Основное была позиция этой качества. Применяли там современные материалы антибактериальные французского производства. Это что такое? Ну, это панели на стенах там. И весь пол в третьем этаже, вот в этом реанимационно-операционном блоке, это антибактериальное покрытие современное, оно изготовлено во Франции. Это все проходилось через процедуру аукционов, торгов. То есть это тоже время. А у нас все такие отделения сейчас оборудуются такими панелами? Ну, я не могу сказать за другие лечебные учреждения. Вы сами выбирали как-то? Мы сами выбирали, да. Но мы такое сделали еще в детско-областном больнице в реанимации. Такую палату для новорожденных тоже делали. Потому что, ну, это современные материалы, если ими не делать. Это еще когда вы работали в детско-областном больнице? Ну, знать, что есть такие материалы, знать, что ты их можешь приобрести и этого не использовать, ну, это как-то неправильно. Все-таки в 21 веке живем. А они что дают, эти материалы, почему? Они дают, во-первых, это с точки зрения санэпитрежима очень хорошо. Сводит на нет человеческий фактор. Их не обязательно промывать, да и с растворами, скажем так. Они обладают антибактериальным эффектом, который производитель дает 25 лет гарантии. 25 лет гарантии? Да, 25 лет гарантии. То есть это сертифицированные материалы, очень хорошие. Исходя из всего этого, ну, это роддом, понимаете? Если можно где-то еще сэкономить на перевязочной, там, плиткой кафельной отделы, то в роддоме это все должно быть, конечно, идеально. Ну, мы к этому стремились. Я думаю, что у нас, в общем-то, все и получилось. Ну, и, конечно, коллектив сотрудников нашего роддома, они молодцы. И они, надо сказать, выдержали этот натиск. Нечем сказать. Достойно. Достойно. А вот Елена Барбарина, которую Вы характеризуете как специалиста, как раз в этой области, она какие вопросы специфические задавала, может быть? Она, практика, она интересуется все от приемного покоя до момента выписки. То есть, когда она к нам пришла, первая она пошла в приемный покой, посмотрела. Поздавала конкретные вопросы дежурному персоналу. То, как, в какой ситуации поступает. В общем-то, надо отметить, что наши сотрудники не подкачали, не растерялись сильно, скажем так, перед лицом такой представительной делегации. На все вопросы были получены ответы, показали мы родовое отделение. Были в родовых палатах, как раз там шли роды в одной из палат. Она посмотрела привычную медицинскую документацию. Ну, интересуются она абсолютно всем. А рекомендации, советы какие-то давала по ходу дела? Ну да, конечно. Ну, это узко, профессионально. Я не хотел бы на них останавливаться. Было там пару замечаний с ее стороны. Ну, это чисто рабочие моменты, которые мы учтем в своей работе и исправим. В целом, когда она посмотрела все, где она побывала, ну, мнение у нее было про, в общем-то, хороший родильный дом. Это важно на самом деле? Важно. Вот нам даже, слушателям. Это очень важно. Важно, интересно, как вас проверяют, о чем эти люди говорят, с какими целями приезжает высокое руководство. И это здорово, что она прошла просто вот как экзаменатор по всем этапам. Абсолютно, да, вот внезапно такой экзамен, получается внезапная проверка. И не было по этому поводу никакого, извините за это слово, кипиша. И все проходило, да, в штатном режиме. Это действительно показатель. Если мы с вами еще раз вернемся сейчас к перинатальному центру, вот по койкам мы с вами определились и сказали, сколько их и где в четырех отделениях. Давайте еще расскажем нашим слушателям, каких именно пациентов вы принимаете. Называетесь вы городской перинатальный центр. Мы в настоящий момент, вот как мы работали, мы так и работали. По большому счету в нашей работе на сегодняшний день чего-то существенного не изменилось. Единственное, мы создали, я еще раз повторюсь, несколько палат, у нас, возможно, партнерские роды бесплатно. У нас все палаты мать и дитя. Что такое партнерские роды? Ну, когда присутствуют на родах. Когда папа присутствует? Все палаты мать и дитя. Дети находятся рядом с мамой. Ну, если женщина устает, конечно, всякие ситуации бывают. У нас есть две палаты интенсивной терапии для новожних, где эти дети находятся. В основном дети все рядом с мамой находятся. В перспективе, в перспективе мы, конечно, планируем заниматься экстрагенитальной патологией. Например, как раньше, в старые времена, третий роддом он назывался, да? Женщины с патологией сердечно-существовой системы. Они у вас были? Были. Сейчас этого нет, но мы, в общем-то, это... Хотите вернуться к этому? Ну, это все обсуждаемо. Мы будем обсуждать это и с министерством, как лучше поставить. И, конечно, с перинатальным центром. Ни в коем случае мы им не конкурент. Мы, в общем-то, друг другу должны помогать. Ну, у нас хорошие, добрые взаимоотношения, и сотрудники перинатального центра, ведущие к нам приходят... Наставничеством занимаются? Ну, да, и показывают, что с их точки зрения у нас не так, да, мы это исправляем, делаем. Но это нормальная работа, обычно совершенно. Специалисты у нас очень высокого уровня. Сейчас до специалистов сейчас дойдем. Все-таки вы принимаете не только горожанок, но также и пациентов из региона. Конечно. А если из других регионов попадают к нам малышки, они тоже могут к вам обратиться. Понятно. Теперь про специалистов. Со специалистами, на самом деле, когда мы с вами встречались в предыдущий раз, вы обозначали это как очень важную задачу собрать их, научить распределить правильно. И в то время все-таки было понятно, что вот не все прямо сейчас готовенькое, и собирать эти пазлы нужно это серьезная работа. Как все происходило? У нас было, скажем так, много рабочих совещаний с заместителями главного врача, с заведующими отделением. Мы это много обсуждали. Я разговаривал с Семеновским Николаем Владимировичем, со специалистами детской областной больницы, ведущими. Поэтому пофамильно, буквально. То есть такие специалисты, надо понимать, что это специалисты очень... их немного. Их нужно беречь, как зеницу ока. И, конечно, если кого-то откуда-то принимать, приглашать, понятно, что то лечебное учреждение остается без соответствующего специалиста. Поэтому тема такая, достаточно деликатная. Ну и надо сказать, что у нас своих специалистов, в общем-то, тоже немало хороших. И мы сделали акцент именно на своих. Предложили, разговаривали, кто что может. Ну и, в общем-то, на сегодняшний день у нас... В основном это наши специалисты. Из нашей отделения реанимации, неонатологи, акушерогинекологи. Конечно же, еще пришли из первого родильного отделения. Вот, то есть, мы пока так. Выходим, не то чтобы выходим из положения, у нас работают. Кого-то планируете посылать там у нас специальный курс куда-нибудь? Конечно. Конечно, у нас на сегодняшний день с перинатальными центром, скажем таки, есть договоренность. Там есть очень хороший, замечательный симуляционный центр, где в течение этого года все сотрудники нашего роддома пройдут специализацию, учебу. Нет, абсолютно не вижу никаких проблем, если кто-то из докторов захочет поехать в федеральный центр или... Ну, чтобы туда ехать, у нас еще и свой перинатальный центр, там есть чем поучиться. Теперь чуть-чуть все-таки поподробнее расскажите про Ваши планы вернуться к прежней специализации на пациентка с патологией сердечно-сосудистой системы. Почему пришлось отказаться в какой-то момент? И что Вас заставляет сейчас возвращаться к этому вопросу? Ну, не сложно сказать, почему от этого отказалась. До Вашего года это было? Не могу сказать. На сегодняшний день мы еще вот так вот серьезно эту тему не обсуждали. Это у Вас мысли такие есть? Ну, мы, да, мы так в куларах отговорили, нам можно вот этим вот заняться. То есть у нас совершенно замечательная кардиология, специалисты, я имею в виду. В ближайшей перспективе, после наших всех вот этих внутренних переездов, сейчас у нас идут ремонтные работы и отделение, вот неврология Новоселье уже отметила свое, переехала из старых площадей в Ново. Ждут переезда и обе хирургии, реанимация хирургическая, соответственно, кардиология, терапия, пойдут в другой корпус, ближайшего буквально 2-3 месяца. Вот как мы все это закончим, потому что разрываться на все невозможно, этого не надо делать. Мы, вот я думаю, уже на эту тему вам серьезно думать. Думать, специалисты, кардиологи у нас очень высокого класса. А что дает такая вот специализация в роддоме? Что она дает клинике, если она у вас появляется? Ну, чисто маршрутизация. Всегда это хорошо, когда в одной области специалисты работают, они эту тему знают более углубленно, более глубоко, и результаты, конечно, лучше. И женщина спокойнее, которая выражает, и все, мы так думаем. Я напоминаю, что мы в программе «Слушайте доктора» сегодня разговариваем с Андреем Андроновым. Главным врачом Северной клинической больницы скорой медицинской помощи вы сказали, что оборудование, которое вы поставили, я все еще в перинатальном центре городском, сказали, что оборудование, которое вы поставили, это совмещенное оборудование из того, что было в третьем роддоме и в первом роддоме. Что-то новое удалось приобрести или в планах это есть? В планах у нас есть. Вам ведь в Рио губернатора сертификаты подали? Да, совершенно верно. Мы по этому сертификату будем приобретать два новых современных аппарата. Один, прошу прощения за славянок, наркозник, другой аппарат ИВА. Так, что это? Ну, это дыхательное оборудование для реанимации, анестезиологии Малышей, новорожденных, и для женщин, да, два аппарата. Затем мы на сегодняшний день составили для себя список оборудования необходимого, вот именно для операционно-реанимационного отделения и для неонатологического отделения. Мониторы, дозаторы, много там всего. В общем-то сейчас эту тему активно прорабатываем, мы это будем приобретать в ближайшее время за счет средств роддых сертификатов, у нас есть такая возможность. Вот, затем что мы планируем? Значит, мы нам, в общем-то, пообещали сделать лифт крузовой, сейчас мы тоже на это сами работаем, активно вышли на соответствующие организации, нам подбирают лифт. А кто, извините, пообещал? В РИО губернатора. В РИО губернатора, хорошо. Мы попросили, а он пообещал. Отлично. Ну, работа уже, он дал задание, и работа уже ведется. Как только мы подберем все это, хотелось, чтобы это выглядело, во-первых, прилично, современно и функционально. Где-то будет, мы, когда ремонты делали, уже предполагали это, что это будет. Я думаю, что все получится на конечном итоге. Мне очень нравится Ваш настрой сегодняшний, потому что в прошлый раз, когда мы с Вами встречались, я просто помню, Вы пришли с... ну, вот в глазах постоянно, видно было по глазам, что постоянно идет работа, и такой вот груз, который нужно было разбирать, разбирать, разбирать. Сейчас уже чувствуется, что Вы представляете себе, да, и сроки, и когда, и что будет, потому что уже даже перспектива звучит, что будет после того, как все отделения переедут, будут отремонтированы. И особенно приятно слышать, что в наше тяжелое финансовое время, которое всех абсолютно касается, у Вас есть четкие планы по приобретению нового оборудования. Это очень важная больница, конечно. В программе «Слушайте доктора» у нас Андрей Андронов, главный врач Северной клинической больницы города Кирова. Теперь давайте снова вернемся к тем отделениям, которые у Вас есть и которые вот сейчас меняют свою дислокацию, в связи с чем Вы вообще стали перевозить отделение из одного корпуса в другой. Почему? Ну, идея эта была, родилась она, я так понимаю, где-то года три назад. И под это дело были выделены средства, были проведены ремонты, был сделан операционный блок с отделением реанимации, но по каким-то причинам он не был задействован. То есть три года вот такие отремонтированные помещения стоят, да, вот, не знаю, сложно, ни мне судить не могу, вот, и вообще, в принципе, идея-то так-то, конечно, неплохая. С учетом того, что столько было сделано и вложено средств весел, возвращать все это обратно смысла никакого не имеет. Тем более, что оперблок там получился достаточно неплохой, реанимация с расширением пойдет кое-то, там вот 12 кое-то. Так, подожди, там что будет? Мы сейчас о чем поговорим? Там будет чисто хирургический корпус. Новое здание? Нет. Старый отреставрированный корпус? Это здание, где находились отделения терапической реанимации, сейчас она там находится, кардиология, терапия и до недавнего прошлого неврологическое отделение, сейчас она уже переехала на новую площадь. Там же сейчас уже находится гинекологическое отделение. Вот, и неврология у нас переехала в хирургический корпус, скажем так, пока он так называется. Там отремонтировали. И два хирургических отделения, и хирургическая реанимация поедет в тот корпус. Там чисто будет хирургический корпус. Все это связано с тем, что там хирургическое отделение хорошо подтягивали. Ну, это связано с тем, что это более функционально, для хирургических пациентов лучше. Лучшие условия будут, без сомнения. Вот, ну и мы, в общем-то, в планах у нас, у нас на сегодняшний день два хирургических отделения, первое и второе, в планах создать четыре. А Вы тоже будете специализироваться по хирургическим операциям на каких-то конкретных направлениях? Нет, почему? Это два общих хирургических отделения, первое и второе, они занимаются тем, чем всегда, собственно говоря, и занимались, плюс экстренность. Мы хотим сделать еще, скажем так, самостоятельное отделение гнойной хирургии, вынести ее, соответственно, в отдельное отделение со своей операционной и сделать отделение экстренной неотложной помощи хирургической, которая, поскольку больница скорой помощи, 24 часа в сутки она дежурит, 165 дней в году, тоже со своими операционными, со своим противошоковым залом, со своей диагностикой. Вот первый этаж вот этого здания, это будет как раз вот это отделение. Это перспектива какого года? Этого. Этого года? Да. Это 17-й год. У вас в результате того, что вы сейчас запланировали, увеличивается количество отделений получается и специализации? Ну да, будет. Как-то можно цифры какие-то привести? Вот было-стало, было столько отделений, станет столько. Ну, было два отделения, есть на сегодняшний день два хирургических отделения, будет четыре. Четыре хирургических отделения. И сразу же хочется понять, вы будете справляться с силами имеющегося персонала? Имеющегося. И будем приглашать, конечно. А количество пациентов увеличится в связи с тем, что увеличится? Я надеюсь, что увеличится. И с тем же персоналом будете справляться? Ну да. Как это так? Не пострадает ли от этого? Нет. Вопрос сразу, да, услышите. Не пострадает ли от этого качество? Никак нет. Пациентов больше? Абсолютно. Сотрудников? Оно не пострадает. И за счет чего такая оптимизация может произойти? Мы перераспределим просто внутренне свои силы резервы. То есть вот эти все перераспределения, переезды, совмещения направлены на то, чтобы человек эффективнее работал получается? Пациент получал более эффективную помощь, а врачи не бегали за деление-отделение, а занимали бы... Тут ничего нового, новаторского нет, по большому счету. Ничего нет нового. Просто для нас будет это вот так. Мы видим эту работу в таком ключе. Она в конечном итоге приведет к улучшению оказания помощи и пациентам. И в какой-то степени для нас будет оптимальнее работа построена. Я так думаю. Ну, просто почему я задаю такие вопросы, ведь понятно. Не возрастет ли до такой степени нагрузка на сотрудников, что они будут на пределе своих сил? А это будет совершенно четыре разных отделения. У каждого будут свои функции, задачи, цели. Наоборот, вы считаете? Да, абсолютно. И все-таки... Деление гнойной хирургии, оно будет в самостоятельной единице, их не будет. Скажем, вот у нас сейчас в первом хирургическом отделении, так же, как и во втором, чистая палата и гнойная палата. Мы гной ввысь выведем в самостоятельное отделение. Там не будет его просто-напросто. Все-таки вот Вероника Скворцова, она однократно подчеркивала, что проблема кадров, по всей России медицинских кадров, у нас стоит очень остро. Несмотря на большое количество медицинских вузов, стоит по-прежнему в силу того, что выпускники не распределяются в итоге по выпуску, очень многие, и не идут работать в медицину, государственную медицину. Вы ощущаете на себя такую проблему? Как вы работаете с мединститутом? Сколько новичков к вам приходит? Сколько стажируетесь со студентами? Избитая фраза, кадры решают все. На самом деле это так и есть. С медакадемией мы, как вам сказать, мы контактируем постоянно, но в силу, опять же, вот этой вот всей бытовой немножко неустроенности, они, кафедры медакадемии на базе нашей больницы немножко сейчас находятся в притесненных состояниях. Мы, я встречался с профессором Бахтины Вячеславом Андреевичем, я представитель медагадемии, медуниверситета, простите. Да, вот я тоже не могу привыкнуть еще в университет. Да, мы ходили, в принципе, мы наметили, где будет у нас кафедра профилактики внутренних болезней, на каких площадях на сегодняшний день, кафедра хирургии, где будут находиться, где будут учебные комнаты, где будут ассистентская, лаборантская. Мы все это знаем, мы все это проговорили, сейчас в ходе вот этих вот ремонтных работ сразу будем это делать. Соответственно, конечно, мы же будем смотреть, кто как учится, кто какие, скажем так, извили от желания, да, вот я, будучи сам студентом, с третьего курса ходил дежурить в приемный покой в Северной больнице, в хирургии. Сидел там в приемном покое и смотрел то, что делают. Мои наставники, которых я учился, слава Богу, до сих пор работают еще в Северной больнице, это очень приятно. Вот, и всегда же видно, кто к чему тянется. По опыту и других больниц, там, детской больницы, той же, центра травматологии, ортопедии, когда ребята ходят, вот те, кто хочет именно заниматься хирургией или травматологией, там, еще чем, их всегда видно. Они тянутся, они уже со студенческой скамьи знают, чем они будут заниматься. Их, как правило, наставники к себе уже присматривают, и они уже, когда выходят из института, их, собственно говоря, и возникают. То есть они никуда не денутся, они приходят. Да, нет каких-то особых проблем. Ты знаешь, кого ты к себе приглашаешь на работу. Конечно, мы такую работу ведем. Поэтому это здорово, что у вас в планах создание современного такого образовательного центра для студентов, для стажеров есть. Он и был, и, вот, я говорю, в силу разных причин, просто вот так получилось, что кафедры немножко стали прижиматься. Но мы созидим условия, думаю, и у нас будет взаимно выгодно в этом направлении работать. В первую очередь хирурги, наверное, да? Хирургия, да. И с медколледжем мы разговаривали тоже. Проблема кадров среднего медперсонала тоже очень остро стоит. Все от неустроенности, бытаясь, так вот, образно можно сказать. Создадим нормальные условия работы, и сестры пойдут к нам работать. Тем более с колледжем тоже мы переговорили с руководителями. Будем решать. Движение есть. Есть. Тут теперь еще одна очень приятная тема. Я была очень рада в прошлый раз, когда вы сами на нее реагировали так активно. Я спрашивала вас о прилегающей территории, потому что до нее обычно руки доходят в последнюю очередь. И я помню, что вы мне рассказывали о том, как бытность свою недолгую главврачом в детской областной больнице, благоустраивали территорию, да, беседку построили, там хороший парк такой. Говорили о том, что у вас есть планы благоустройства и в северной больнице. И вообще, вы практически начали с того, что асфальтовое покрытие надежное положили там, да, на подъездных путях. Где? В больнице в северной. Нет, еще не положили. Это дорожка была. Нет. Ну, что-то мне почему-то такое показалось. Но есть планы сейчас, да. Расскажите, пожалуйста, ну что, кстати, Дмитрий Александрович Курдюмов, когда тут открывал ваш перинатальный центр, участвовал в открытии, он сказал, что у вас большие планы и перспективы, в том числе и по работе, по благоустройству территории. На этот год. Рассказывайте. На данный момент мы все просчитываем. В общем-то, в конечном итоге бюджет он конечен. А давайте так, чего хотелось бы и что можно будет сделать реально в этом году? Мы сейчас просчитываем. Мы хотим, во-первых, привести в порядок фасады всех зданий. Фасады зданий. Вот это хирургический корпус, который будет терапевтическим, который непосредственно рядом с остановкой находится. Здание нашего перинатального центра и здание администрации. Они покрашены, там немножко все так, не в презентабельном виде. Затем мы хотим почистить территорию от лишних деревьев, потому что все заросло. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы заасфальтировать территорию больницы, но это очень дорогое удовольствие. На вскидку мы считали, когда посмотрели, я боюсь, что у нас на это просто возможностей в этом году не будет, поэтому мы, возможно, ограничимся какими-то локальными ремонтами вот этого дорожного полотна на территории больницы, чтобы, по крайней мере, скорая помощь везет больных, чтобы их не трясло. Вот это мы сделаем точно. А как Вы себе представляете в идеале территорию? Как должна выглядеть Северная клиническая больница в идеале, снаружи? В идеале ремонтированные фасады. Нет вот этих лишних заросших деревьев, которые заслоняют вот все вот это. Огороженная территория красивым забором. Красивый забор, это очень важно. Красивый забор. Надеюсь, не профнастил. Нет. Аккуратные газоны, белые бордюры, лавочки для пациентов, их родственников, и красивые дорожки без грязи. Вот, собственно говоря. Ничего сверхъестественного здесь быть не может. И Вы этого достигнуть собираетесь ведь? Если не в этом году, то в следующий выговорить. Мы это сделаем по-любому. У нас есть, скажем, как это сказать, помощники, не хочется спонсоров говорить, а просто помощники. Люди, которые выросли, наши же вот пациенты, земляки, друзья, которые выросли в районе Филейк, для которых вот сам вид этой больницы говорит о много, да? Это же вот те люди, которые вот в этом районе выросли, и они же помнят эту больницу, как она была, выглядела. Вот, и они, я вот с некоторыми разговаривал, и говорят, давай будем делать. Попечительский совет какой-то? У нас есть общественный совет при больнице, ну, так как... Общественный это не попечительский. Общественный, как и разбирает какие-то там вопросы, проблемы. А попечительский совет, это все-таки те, кто помогает в том числе... Я не знаю, я предпочитаю просто разговаривать с конкретными людьми, решать конкретные задачи и вопросы. Есть конкретная проблема, ты примерно знаешь, кто может тебе в этом помочь, встречаться с этим человеком. Руководитель, он бизнесмен, индивидуальный предприниматель. Не важно. Идут на встречу, слушают, слушают, слышат. Да, идут на встречу. И очень даже так, с охотой, все понимают, что вот тот вид больницы, в котором он сегодня, ну, они самые лучшие, ну, давайте мы еще, знаете, закончим хорошими цифрами. Я тут перед началом программы у вас спросила, сколько все-таки в вашем перинатальном центре было принято родов в прошлом году. Расскажите нашим слушателям, мне кажется, кто будет такой красивой точкой. 2650 было родов, и родилось 2652 ребенка. Да, потому что двойник. Потому что двойник. Да, это двойник, да. Но вы сказали, что вы еще не вышли на полную мощность, планируете больше. Как-то планировать не очень хорошо. Почему Створцова сказала, что у нас неприлично высокая рождаемость, она может быть и дальше будет так расти. Ну я и мои коллеги искренне надеемся, что вот в тех условиях, которые мы создали, те сотрудники в нашем роддоме, которые сейчас работают, это очень, еще раз повторюсь, профессиональные, и как люди хорошие, и специалисты, женщины сами вольны выбирать, где им рожать. И людская малова разнесет эту... Вы готовы принять больше? Конечно. Родов и малышей. Я думаю, что так и будет. Вывезти вот. И придет. Спасибо большое. Андрей Андронов, главный врач Северной клинической больницы скорой помощи, был у нас сегодня в гостях. Эту программу слушайте доктор. У микрофона работала Светлана Занькова. До свидания. Всего доброго. С看нейш … Надпами. Продолжение следует…